О менее заметных, но значимых новостях региона сейчас коротко расскажет мой коллега. Российское движение детей и молодежи или движение первых зарегистрировали на Сахалине. Первыми его участниками стали воспитанники детской железной дороги и Кванториума РЖД. Предполагается, что организация станет крупнейшим объединением молодых россиян. Ее цели – патриотическое воспитание, участие в волонтерстве и пропаганда здорового образа жизни. Эпид-порог по ОРВИ и гриппу в Сахалинской области превышен на 5%. За прошлую неделю к врачам обратились свыше 3,5 тысяч островитян. Растет число заболевших пневмонией, кишечной и энтеровирусной инфекциями. Также вырос показатель числа зараженных COVID-19 на треть больше уровня прошлой недели. День российской науки отметили в Сахалинской областной библиотеке. Посетители смогли ознакомиться с выставками и принять участие в викторине. Сотрудники ДВО РАН прочитали лекцию об опасных природных явлениях. Кроме того, в этот день ученые из разных регионов страны поделились сахалинцами знаниями с помощью телемоста. 11 команд оспаривают награды первенства области по волейболу среди юношей и девушек. Спортивные дружины представляют Южно-Сахалинскую волейбольную спортшколу, а также Корсаков, Углегорск и Шахтерск. Матчи пройдут по круговой системе. Итоги соревнований подведут в воскресенье. Редактор субтитров А.Семкин